МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости АТН, в студии Оксана Пилькина. И вначале коротко о главном. Мы не можем ожидать. Три, два, три. Дорога должна быть побудована всего года. Петр Порошенко в Изюме. Стратегический мост через Северский Донец открыт. Строительство дороги Харьков-Изюм-Славянск начнется в августе. Деньги из бюджета выделены. Время расследования расследовались два варианта. Как вина Мамутюка, так и вина. Не помню, я сейчас призвищу сходу. Водя автомобиля АЗЛК. Однако, за выясненами экспертизы, вышло, что такой виновен Мамутюк. Будем надеяться на объективное рассмотрение в суде. И там постараемся все-таки обратить внимание на то, что выезжать на перерез автомобилю патрульному, идущему со всеми проблесковыми маячками, со звуковым сигналом, это недопустимо. Дело патрульного Мамутюка в Дзержинском суде. Вот и же год, как суд не может дойти до слушания по сути, кто затягивает резонансное дело. Водитель автобуса номер 217, которого не отправляли в рейс, решил не пропускать рабочий день. Остановили порыв трудоголика патрульные. Сегодня Харьковщину посетил Петр Порошенко. Президент приехал в Изюм, чтобы открыть недавно отремонтированный мост через Северский Донец. Путепровод, который обеспечивает связь с зоной АТО, не знал капитального ремонта уже 17 лет. Один из крупнейших в Харьковской области мост – мост через Северский Донец в Изюме. Длина его 210 метров. По официальной информации, здесь не было ремонта последние 17 лет. Но местным жителям кажется, что больше. Едешь по проезжей части моста, и идет вибрация, движение. То есть, был предельный износ моста. В 2014 году шла техника, танки, пушки, все шло через этот мост. То есть, это стратегический объект. То есть, безсомненно, мост нужен. И я считаю, ремонт его своевременный. Затягивать уже, ну, дальше некуда было. На ремонт было потрачено почти 23 миллиона гривен. Сегодня на открытии восстановленного стратегического объекта Петр Порошенко. По мнению президента, практически новый мост – удачный результат так называемого таможенного эксперимента. Министр финансов, прошу любить и жаловать, Олександр Данилюк. Саша, подними руку, чтобы народ тебе поаплодовал. Встановлюе план на митницу. Він, безумовно, больше, чем в минулого года. Ремонт был начат летом прошлого года. Движения транспорта не прекращали. Автомобили шли по одной полосе, на встречной работала техника. В этом году по такой же схеме сделали противоположную сторону. Сейчас ремонтники работают на участке от чугу и воду изюма. После чего планируют сделать 16 километров дороги в направлении Славянска. Галина Шпударева, Евгений Шинкаренко, Агентство телевидения новости. Вагоны с кондиционером, удобные сидения и пандусы для людей с особыми потребностями. Харьковчанам показали модернизированный трамвай, который выйдет на 27-й городской маршрут в день города. А также обновленный поезд. На нем горожане смогут проехаться в сентябре, обещают чиновники. Все растраты, уверяют они, открыты и прозрачны. Тем временем общественники сомневаются в этих утверждениях и настаивают на публичном аудите. А также создание наблюдательных советов, чтобы харьковчане могли контролировать закупки городских КП. Мягкие сидения, пандусы для людей с ограниченными возможностями, кондиционеры, двигатели повышенной мощности. Этот модернизированный трамвай выйдет на один из харьковских маршрутов уже завтра, в день города. Его представили еще в апреле. В течение нескольких месяцев он проходил пробные испытания. Теперь готов перевозить харьковчан, уверяют в Салтовском депо. Проходили ходовые испытания, проходила обкатка, устранение каких-то мелких недоработок. И буквально в прошлую среду вагон был принят государственной комиссией. Вагон введен в эксплуатацию. С завтрашнего дня он выезжает на трамвайный маршрут номер 27. А это пятивагонный состав метрополитена после капитального ремонта. Над его обновлением специалисты начали работать еще в ноябре. Сейчас он оборудован новыми сидениями и поручнями. В кабине машиниста – современное электрооборудование. На нем уже сделали несколько пробных поездок, отмечают в Харьковском метрополитене. Горожан он начнет перевозить в сентябре. Выйдет на Холодногорско-заводскую линию. Это можно просто посчитать. Скажем так, на этот состав ориентировочно где-то было потрачено порядка 44 миллионов на этот состав. Для сравнения, новый состав стоит, в зависимости от его комплектации, 200 до 250 миллионов. Да, нам необходим дополнительный подвижной состав. Мы введем станцию, мы не стоим на месте, мы стараемся работать все. Но нельзя же на металловом отправлять то, что действительно может еще работать. При этом у новинок Харьковского электротранспорта есть и обратная сторона медали. Пока чиновники рапортуют об обновлении подвижного состава, антикоррупционеры и правоохранители регулярно ловят их на сомнительных тендерных закупках. Из последнего КП «Харьковский метрополитен» закупила болты и гвозди на сумму 817 тысяч гривен. По цене в полтора раза больше рыночной. Коммунальное предприятие КП «Салтовское депо» купило пять кузовов для трамвайных вагонов за 42 миллиона гривен, что вдвое дороже, чем такие же кузова, купленные для Запорожья Одессы. А КП «Троллейбусное депо номер 2» купила у чешской фермы почти за 20 миллионов гривен 10 бэушных троллейбусов «Шкода», то есть по цене 2 миллиона за машину. При том, что транспортникам из сумм по такой же стоимости удалось торговаться за новые троллейбусы. В Ивано-Франковске и других городах покупали троллейбусы «Шкода» по цене от 600 тысяч до миллиона гривен за один. По двум последним случаям прокуратура уже открыла уголовные производства по подозрению в нецелевом использовании средств. А сами антикоррупционеры настаивают, что если бы в соответствии с законодательством при коммунальных предприятиях были созданы наблюдательные советы и проведен общественный аудит предприятий, то сомнительные фирмы не становились бы фаворитами на тендерных закупках, как это происходит в Харькове. Фирма, которая победила и которая делает поставки Харькову этой продукции, она связана с фирмой, которая была в окружении Добкина и сдавала в аренду трамвая во времена, когда Добкин был мэром. Поэтому здесь явная коррупция есть по факту превышения цены в два раза и как минимум есть коррупционный риск в плане старых схем. Тем временем в Харьковском горсовете уверяют, коммунальные предприятия работают открыто, а все тендерные закупки публикуются на сайте Прозора, что, по мнению чиновников, является доказательством прозрачной финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Кроме того, над созданием наблюдательных советов, подчеркивает мэр Харькова Геннадий Кернес, в Харьковских КП уже работают. Что касается наблюдательных советов, мы рассматриваем создание таких советов не только в коммунальном предприятии Харьковский метрополитен, а и в других коммунальных предприятиях. То, что касается публичности и гласности, я думаю, что все закупки проходят через площадку Прозора, и я думаю, что журналисты, как никто другие, всегда публикуют все почти тендера, связанные с коммунальными предприятиями. Здесь огласка полная. Также, по словам Геннадия Кернеса, в планах полное обновление подвижного состава Харьковского метрополитена. Это, считает мэр, можно сделать в течение нескольких лет, если на эти цели будут выделяться деньги из городского бюджета. Лариса Говина, Марина Николаева, Олег Мартынюк, агентство телевидения новости. С момента аварии, в которой погибли молодожены, прошло больше года. Ослушание дела, по сути, до сих пор не началось. Напомню, ДТП с участием патрульных произошло в июле 2016 года. Москвич, в котором ехали молодожены, столкнулся с Приусом на Сумской. Продолжает тему Веленмода. Около четырех часов утра, 10 июля 2016 года, на пересечении улиц Сумской и Олеся Гончара столкнулись патрульный Приус, мчавшийся на вызов автомобиль «Москвич» и «Самант». После столкновения «Москвич» выбросила на тротуар, он врезался в светофор, а затем в здание. На месте погибли его пассажиры – молодожены Аня и Кирилла Наньевы. В больницу доставили водителя автомобиля «Самант» и его спутницу, двоих полицейских и водителя «Москвича». Прокуратура объявила обвинение Александру Маматюку, инспектору, находившемуся за рулем служебной «Тойоты». Дело было передано в Дзержинский суд, а далее никаких реальных сдвигов, уверяют родственники погибших. Я думаю, что все то, что сейчас происходит, это просто игра со стороны прокуратуры, судей, ну и всех правоохранительных органов. Я думаю, что на нашей горе многие заработали, и прокуратура в том числе. Я полностью уверена, что некоторые суммы они уже отработали, так как идет затягивание дела. Спустя больше года судебное заседание, и на этом судебном заседании какие-то мелочи рассматриваются, о том, что люди не могут понять, чья машина приус, кому принадлежит приус. И мелочи, которые должны были уточнены быть сразу, они через год только проявляются. И я считаю, это затягивание, абсолютное затягивание процесса. Прокурор по делу Николай Сорока пояснил журналистам, что рассмотрение затянулось по ряду объективных причин. Затягивание у нас происходило на территории Шевченковского района, а машину выкинуло уже на территорию района Киевского. Тому в суде был такой суммой. Апелляционный суд решил, что таки правильно, все на территории Дзержинского района злочин был. После этого справа повернулась до суду Дзержинского района. Там она тривали час, не рассматривалась, там с объективных представлений судья хворила. Вот мы, в том числе, мы, как прокуратура заявляла, отводили, но не обгонтированно суд, не погодился с этим отводом. Последней паузой в деле Маматюка стало решение судей вернуть обвинительный акт на доработку из-за некоторых неточностей и ошибок в нем. Сегодня это решение было обжаловано прокурором в апелляции. И уже в сентябре, говорит Николай Сорока, судебный процесс снова продолжится в Дзержинском суде. Там, ну, под час досудового расследования, расследовались два варианта, как вина Маматюка, так и вина, не помню, я сейчас призвищу сходу, другого этого водителя автомобиля ЗЛК, однако, за выяснением экспертизы, вышло, что такой виновен Маматюк. Патрульному инкриминирует часть третью статьи 286-й, нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц, которое предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Но защиты свои аргументы. Причина случившегося невнимательность водителя москвича, который, сидя за рулем, не смог не услышать и не увидеть приус со спецсигналами. Вина второго водителя, господина Волкова, прокуратурой фактически не рассматривалась. Наше ходатайство об оценке действий второго водителя остались без внимания. Поэтому будем надеяться на объективное рассмотрение в суде, и там постараемся все-таки обратить внимание на то, что выезжать на перерез автомобилю патрульному, идущему со всеми проблесковыми маячками, со звуковым сигналом, это недопустимо. Сам Александр Маматюк, как и его напарник, уверяют, предприняли все необходимое, чтобы предупредить водителей на маршруте следования. Я уверен, что я ехал на зеленый сигнал светофора, плюс маячки, плюс сирена. В 4 утра не услышать, как гудит сирена, то есть это очень тяжело, даже если и окна закрыты. Хотя не отрицают, что ехали действительно на приличной скорости – 90, а то и 100 км в час. Но приближаясь к перекресткам, притормаживали и даже мигали фарами дальнего света, добавляет Ярослав Василенко. В трагическую ночь, когда произошло ДТП, мы с Александром находились в одном экипаже, я его напарник, и, соответственно, я свидетель произошедшей дорожно-транспортной ситуации. Дополнить хочу, во-первых, поддержать все, что было сказано, и еще более конкретизировать. То есть всеми доступными техническими средствами, которыми мы могли предупредить других участников дорожного движения, мы воспользовались. А пока патрульный, находясь на должности инспектора роты, выполняет канцелярскую работу в управлении без доступа к табельному оружию и служебному транспорту. Веленмода Михаил Воронков, агентство телевидения новости. Курьезная история одного трудоголика из Харькова. Пьяный водитель, которого не отправляли в рейс, угнал маршрутный автобус номер 217 и возил пассажиров. Люди, перепуганные неадекватной ездой, вызвали копов. Продолжает тему Александр Ранжиренко. Автобус, который ехал зигзагами и перескакивал с полосы на полосу, вызвал подозрения у прохожих. Они и вызвали патрульную полицию. Таким образом, накануне был задержан водитель маршрутки, внутри которой находились пассажиры. По словам инспектора управления патрульной полиции Харькова Карины Курбановой, по прибытию правоохранителя подозреваемый вел себя неадекватно, нецензурно выражался. От него разило спиртным. Когда патрульные прибыли на место событий, выявили автобус 217 маршрута, за крымом которого находится человек, действительно, с ознаками алкогольного спьянения. А именно, у него была нечутка мова, поведение, которая не отвечала обстановке, скажем так, неадекватные движения, заповильненные движения, заповильненная мова. После оформления постановления, копы связались с владельцами транспортного средства, добавляет Карина Курбанова. Как выяснилось, автобус принадлежит ООО «Укравтотранс плюс». Представители предприятия сообщили, что водитель без ведома руководства покинул автопарк. В ходе этого на подозреваемого составили заявление за незаконное завладение транспортным средством. Однако, каким образом водитель в состоянии алкогольного опьянения смог покинуть автопарк, новостям АТН выяснить не удалось. В свою очередь, руководство автотранспортного предприятия, в котором был угнан автобус, отказалось давать какие-либо комментарии по этому происшествию. Сейчас горе-водителем занимается следственный отдел. Происшествие квалифицируют по статье 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Максимальная санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 20 тысяч гривен, либо лишение свободы сроком до 5 лет. Александр Анжиренко, Олег Мартынюк, Агентство телевидения новостей. И далее в региональном выпуске новостей. Мы вчасно надрукували подручники, но я не уверен, что все подручники вчасно попадут до школы до 1 вересня, потому что перевозники будут все равно ждать других видовцов. Задания с примерами из повседневной жизни – интересные научные факты. В Харьковском издательстве напечатали свыше 2 миллионов принципиально новых учебников для 9-х классов. Он еще не понимал тогда, что в принципе происходит. Он не знает, что такое мама, потому что он сразу же попал к нам спустя пару часов после его рождения. Дежурства у нас, как и были, у нас остается ветеринар на ночь. Дикообраз сирота в Харьковском экопарке выкармливают малыша, от которого отказалась родная мама. Подробности через несколько секунд. Вместо множества больших текстов и формул, задания с примерами из повседневной жизни, а также интересные научные факты. В Харьковском издательстве напечатали более 2 миллионов новых учебников для 9-х классов. Чиновники обещают, они должны поступить в городские и областные школы до начала учебного года. Множество иллюстраций, интересные научные факты и задачи, написанные понятным для школьника языком. Новые учебники для 9-х классов, которые согласно программе Министерства образования пересдали в этом году, кардинально отличаются от старых образцов, отмечают авторы. В современных больше нет скучных текстов и страниц, полностью заполненных формулами. В самодельных и лабораторных работах используются примеры из повседневной жизни. Часть из них решается всем классом в игровой форме. Например, в учебниках по химии детей учат, как создать во время рисования краски из разных материалов. На уроках охраны здоровья рассказывают о решении проблемных ситуаций в отношениях с родителями и сверстниками. Если мы посмотрим физику, например, на игровых задачах поданы основные формулы, мини-задачки, а потом задачи, которые вообще с видами спорта, которые детям очень интересны, например, по джампингу, каким образом, при какой массе тела должен быть, насколько растягивается этот канал. В Харьковском издательстве «Ранок» рассказывают, в этом году изготовили более двух миллионов учебников для девятиклассников. Выполнить госзаказ старались до начала учебного года, поэтому работали даже на выходных. Последняя партия была напечатана ещё на прошлой неделе. Однако, насколько быстро их доставят в украинские школы, пока точно сказать не могут. Всё зависит от перевозчиков, других издательств и чиновников. «Збирают подручники у видавництв и потом везут до областных центров. Из областных центров уже відвантаживаются до районов, из районов до шкіл. И такая ситуация, что мы вчасно надрукували подручники, но я не уверен, что все подручники вчасно попадут до шкіл до 1 вересня. Потому что перевозчики будут все равно чекать других видавцов, кто трошечки позже, например, надрукует, потому что они не будут везти на півпорожню вантаживку». В Харьковской мэрии уверяют, учебники для девятых классов, напечатанные в этом году, должны поступить в школы города к началу сентября. Если их доставят позже, ученики временно будут пользоваться старыми. «Мы ожидаем поступления учебников буквально на днях, но хочу сразу, так сказать, с вашей помощью успокоить родителей. Если вдруг каким-то образом учебники мы не получим, то у нас есть старые учебники, мы, так сказать, будем ими пользоваться, и учебный процесс ни в коем случае не нарушится. Но я думаю, что мы эти учебники обязательно получим». Доставку новых учебников для девятиклассников области местные чиновники ожидают на этой неделе. В случае задержки тоже планируют начать учебу по старым книгам, а затем, получив современные, перейти на новую программу. В целом, на данный момент, уверяют в обл. администрации, Харьковщина обеспечена школьными учебниками для всех классов на 97%. Светлана Ильченина, Лариса Говина, Андрей Домовой, Агентство телевидения «Новости». Дикобраз сирота. В Харьковском эко-парке выкармливают малыша, от которого отказалась мама. Детеныш находится под присмотром ветеринаров, постепенно набирает вес, любит есть молоко и хлеб. Мама отказалась от этого малыша спустя пару часов после родов. Вела себя агрессивно и даже начала кусать новорожденного, рассказывает в эко-парке. Поэтому его сразу забрали под свою опеку ветеринары. Вместо материнского молока детеныша выкармливали молочными смесями. Сначала каждые три часа, сейчас два-три раза в день. Маленькому дикобразу недавно исполнился месяц, весит он почти килограмм. Уже отрастил небольшие, но колючие иглы и начал показывать, что в еде он гурман. Добавляем ему в еду разные фрукты, овощи на выбор. Но мы заметили, что он очень любит хлебные изделия. Так что какой-то неправильный дикобраз. И подкармливаем его количество молока, молочной смеси, точнее, которую мы ему давали, уменьшается. Ну, где-то получается 50 на 50 мы стараемся. По поводу искусственного выкармливания маленького дикобраза врачи советовались со специалистами из разных зоопарков мира. На взрослое питание малыша планируют полностью перевезти приблизительно через 2-3 недели. Затем ему выберут имя и переместят в общий вольер. Он еще не понимал тогда, что в принципе происходит. Он не знает, что такое мама, потому что он сразу же попал к нам спустя пару часов после его рождения. Дежурства у нас, как и были, у нас остается ветеринар на ночь. Когда вот уже наш малыш перейдет полностью на этот рацион питания, как взрослый осип, мы его сразу переведем, попытаемся соединить его с его родителями, братьями и сестрами. Сейчас на территории Харьковского экопарка обитает 9 дикобразов. В этом году их семейство обзавелось потомством уже второй раз. До этого двое малышей дикобразов появились на свет в марте. Лариса Говина, Евгений Шинкаренко, агентство телевидения и новости. Столичные звезды решили провести уикенд в Харькове. В качестве места для мини-отпуска они выбрали арт-пикник Славы Фроловой, который с начала августа проходит в Харькове. Звездные гости не просто приехали к своей подруге Славе Фроловой, но и посетили лекторий арт-пикника Фельдман Экопарка. Поделились новостями и секретами профессиональной кухни шоу-бизнеса. Получился мини-отпуск, призналась Соня Сотник. А молодая мама Анна Седокова призналась, что она пожалела лишь об одном, что не взяла с собой детей в Фельдман Экопарк. Мне кажется, все прекрасно, прекрасные самокаты. Я бы детей своих добавила сюда, потому что я бы тогда их взяла сюда, они бы тут везде бегали, я была бы совсем спокойна. Арт-пикник Викендс в Фельдман Экопарк – это масштабный социально-культурный проект, который нацелен на полезный отдых. Все желающие могут приехать в Экопарк и не только насладиться компанией двух тысяч животных, а еще посетить свыше сотни бесплатных ивентов. Организаторы обещают, что арт-пикник будет работать каждую субботу и воскресенье до наступления холодов. Антон Сушкин, агентство телевидения «Новости». На этом у меня все. Больше новостей на нашем сайте. В студии работала Оксана Пилькина. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»